Я испытала ужасную панику, потому что я понимаю, что меня только что взяли на работу, и моя главная задача сделать так, чтобы в студии были герои, чтобы в студии были гости, как бы если нет гостей, это полный провал. И я помню, говорю, Вова, пожалуйста, ты можешь выйти за меня? Он такой, Дашка, конечно, конечно, я бы выдал, всё, типа, будет супер. Нам наш друг сказал, что вы просто приедете, велел вас встретить, быть добрыми хозяевами, а на интервью, да ещё и на камеру мы не готовы. Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал», подкаст о ситуациях, в которых что-то прошло не так. И сегодня у меня в гостях Даша Полыгаева и Даша Жук, ведущие подкастом «Живи там хорошо». Поехали. Даша, Даша, привет. Привет, привет. Кристина, привет. Прям такое необычное чувство, когда оказываешься в подкасте, который сам очень много раз слушал. Спасибо большое, что позвала нас. Очень приятно. Я с большой любовью слушаю ваш подкаст, поэтому мы так сейчас мило обменялись комплиментами. К вопросу о подкасте «Живи там хорошо» можете в двух словах, для того, чтобы все сразу поняли, почему его нужно слушать, рассказать вообще, что вы делаете за подкаст, и тогда станет сразу понятно, почему одна Даша из Дубая, а другая из Германии. Дело было так. В 2019 году мы с Дашей практически параллельно переехали в Дубай и в Шанхай. Даша переехала в Дубай, я переехала в Шанхай. И как-то мы списались и поняли, что нас волнует куча одинаковых проблем. Как и где искать новых друзей? Что делать со старыми друзьями? Как сохранить дружбу? Как быть с карьерой? Как быть с работой? Как пережить потерю профессии? Вообще, как найти себя? В общем, у нас началась такая с Дашей терапия в чатике, и мы поняли, что надо с этим что-то делать. И поскольку у Даши была большая любовь к подкастам, у Даши уже был свой подкаст «Не перебивай», а я только вот открыла для себя подкаст и тоже очень увлеклась, мы поняли, что надо делать подкаст. В общем, мы с Дашей наш подкаст называем таким реалити-сериалом про опыт жизни в новой стране, потому что мы в каждом эпизоде делимся всем, что происходит с нами, и по пути разговариваем с другими иммигрантами из разных стран. Ссылочка на подкаст будет в описании. Пожалуйста, идите слушайте, очень классный подкаст. Я его сама очень люблю. Тут Даша Жук из Германии. Ты упомянула в рассказе про подкаст про потерю профессии. Мне кажется, что это какая-то важная должна быть и для меня, и для вас тема в текущих реалиях. Но начнём, Жук, не с тебя. Ты уже много сегодня говорила, Даша. Полыгаев из Дубаи. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя бэкграунд? Вообще, что ты делала от того, как начала заниматься подкастом? Ой, слушай, ну я очень долго же работала на радио, и я писала Кристине, чтобы у неё была какая-то база к этому интервью, что я работала, по-моему, в три из четырёх моих СМИ, где я работала, либо закрыли, либо признали иностранным агентом. Я очень долго проработала на ликвидированной, кажется, признанной иностранным агентом радиостанции «Эхо Москвы». Работала на «Коммерсант-ФМ» единственная выжившая, но какой ценой? Работала на «Вилджи», признанном иностранными агентами, и на «Дожде», признанном, ликвидированном и восставшем недавно. На «Дожде» мы с Дашей как раз познакомились. И я очень любила всегда радио, страшно увлекалась журналистикой, поступала на журфак МГУ, и была такая очень всегда яростная за правду, за конституцию, вот это вот всё. И потом, да, потом я пришла к подкастам. В современной России, чем больше мест, в которых ты работал, признанные иностранным агентом, тем больше, мне кажется, знак профессионального качества. Три из четырёх — это круто. Да, да, к сожалению, это не «untransferable thing». Ты не можешь, переехав в другую страну, сказать, «посмотрите, в каких крутых медиа я работала». К сожалению, то, что произошло в России, осталось в России, скажем так. Даша Жук, у тебя тоже журналистский бэкграунд, насколько я знаю. Собственно, вы на «Дожде» познакомились. Можешь тоже в двух словах обрисовать для Даши замечательных слушателей. У меня очень похожая история в каком-то смысле на Дашу, потому что мы с Дашей обе из небольших городов. Даша из Твери, я из Хабаровска. Я в 17 лет переехала в Москву, чтобы реализовать свою мечту и поступить на журфак МГУ. В общем, мы с Дашей учились на журфаке МГУ, но почему-то друг друга не видели там. Познакомились потом на «Дожде». И потом, когда мне уже было примерно 21-22, я выпускала журфак, и у меня появилась другая мечта — стать журналистом телеканала «Дождь». Потому что «Дождь», который запустился как раз примерно в это время, довольно быстро стал ярким медиа-явлением. И это была команда классных, креативных, свободных молодых людей, которые рассказывали про самое главное, что происходит в России, которые освещали события на Болотной, рассказывали про дело Пусси Райт. И мне очень хотелось стать частью этой команды. Я не сразу туда попала. В общем, там была целая история, как я попала на телеканал «Дождь». И там я проработала долгих семь лет в разных качествах, в разных статусах. Начинала я с того, что я была продюсером по гостям. Гостем и продюсером занималась тем, что я звала всяких политиков и селебрити в студию телеканала «Дождь». Потом я начала заниматься большими форматами, продюсировала программы и документальные фильмы. А потом стала снимать свои репортажи. А в 2018 году я встретила одного классного парня по имени Филипп и ушла с телеканала «Дождь» и уехала из России и поехала жить в Шанхай. Какие у вас вообще эмоции вызывают? Как вы это проживали, когда одно за другим медиа начало сначала жёстко цензурироваться, а потом закрываться, ликвидироваться? Или как это сейчас называется правильно? Признаваться иностранным агентом? Мне кажется, этапа цензуры даже, в общем-то, и не было. Сразу всё перешло к закрытию и ликвидации. У меня, наверное, самые сильные эмоции вызвало закрытие и ликвидации радиостанциях Москвы, потому что казалось, что она была всегда и будет всегда. И, по-моему, Виндиктова до сих пор представляет главным редактором радиостанциях Москвы. Это было что-то непоколебимое. Не знаю, эти картинки этой редакции я видела ещё, когда училась в школе. Потом, значит, я там работала. Потом даже, когда я перестала там работать, я туда заходила как в гости к друзьям, к знакомым. Ты заходишь и просто там, не знаю, пьёшь чай с бывшими коллегами. Я помню, я увидела этот заголовок где-то в Телеграме. Наверное, первый шок — это было объявление того, что произошло 24 февраля, именно начало ***. И второй шок для меня был закрытие «Эх, Москвы, дождь». Всегда просто был на грани в последние годы. И ты всегда более-менее понимал, что не сегодня, так завтра. И как будто бы он выглядел менее стабильным. Хотя в итоге именно дождь возродился, а Эх, Москвы нет. Ну, шок, конечно, да. А для меня это не было никаким шоком, потому что самый главный шок случился 24 февраля. У меня было ощущение, что мы все оказались героями фильма «Катастрофы», который происходит прямо здесь и сейчас, на наших глазах. И я буквально, прильнув к экранам бесконечно, смотрела телеканал «Дождь», который как раз тогда практически круглосуточно вещал. Я смотрела немецкие каналы, я читала новости. И я была готова к тому, что что-то такое точно произойдет. И оно произошло. А когда вы в последний раз были в России? Я была прошлым летом. Я не была в России с начала пандемии. Вот последний раз, когда я гоняла в Москву, это был февраль 2020 года. Потом я была в процессе ожидания документов немецкого резидентства. И он такой довольно затяжной был. И я не могла гонять в Россию, потому что обратно бы я просто не вернулась. А потом, когда я засобиралась в Москву, российские адвокаты советовали мне не приезжать, потому что началась атака на моих коллег-журналистов, с которыми мы когда-то сняли фильм про одного питерского авторитета и русскую мафию, и на нас забили уголовное дело о клевете. А потом, когда я снова засобиралась в Москву в феврале 2022-го, началась война. Мне кажется, что, когда я читаю эти новости про то, что что-нибудь закрывается, ликвидируется, уходит, ещё что-то, ещё что-то, кажется, что жизни в России нет и не будет. При этом все какие-то мои друзья, которые ездят, говорят, что Москва прекрасна как никогда, всё цветёт, открывается, новые места, и абсолютно жизнь идёт такая. По-прежнему, если не лучше. Как вам кажется, где правда? Она обычно посередине, но всё равно. Какой у вас вообще тейк сейчас на то, что происходит? Все говорят, что да, Москва не поменялась, парк Горького открыт, а пироль наливают, и, в общем, никаких особенно проблем нет. Я не знаю, мы вот приняли решение этим летом не ехать в Россию, и, собственно, не поехали, несмотря на 40-градусную жару в Дубае. Мне кажется, я бы себя чувствовала крайне некомфортно там, несмотря на всё вот это, несмотря на пироль, велодорожки там и так далее, и так далее. Мне кажется, что ты, конечно, можешь сказать, что ничего не происходит, но букву Z, наверное, ты будешь замечать, и какие-нибудь милитаристские плакаты, и атмосфера всё равно чувствуется. Я, например, в прошлом году, когда вернулась в Россию после полуторагодовалого отсутствия, кажется, я поняла, насколько я отвыкла от вот этой московской агрессии какой-то, которая есть, которая витает в воздухе, несмотря ни на что. Так что я думаю, что всё-таки что-то допоменялось. Крис, ты о чём-то говоришь, это, знаешь, как две параллельные реальности или две правды. С одной стороны, война в Украине продолжается. В России дно пробито уже неоднократно, не осталось свободных СМИ, нет возможности высказываться свободно, без рисков для безопасности своей, бесконечные аресты и задержания. И какие здесь вообще есть варианты у людей? Есть вариант протестовать и очень вероятно получить за это срок. Есть вариант уехать, но уехать не все могут, да и не все хотят. Есть вариант строить свою альтернативную реальность и продолжать жить своей жизнью, то есть гулять, встречаться с друзьями в парке Горького, пить коктейли. И мне кажется, что так устроена человеческая психика. Когда происходит какой-то ад, для многих способ это пережить, это построить что-то своё. И это не значит, что люди перестали думать и переживать из-за происходящего. Да, но с другой стороны, было бы странно запрещать людям пить коктейли, когда мы там сидим в Германии, в Лондоне, в Дубае, и эти коктейли тоже пьём радостно в целом. Конечно, слушай, ну все имеют право на свой коктейль и на то, чтобы жить свою жизнь. Я тоже гуляю, тоже встречаюсь с друзьями, хожу на хайкинг в горы и пью свои коктейли. И это нормально, потому что жить невозможно запретить. И у меня в России осталось очень много друзей и родственников, родители у меня там живут. И вообще в России есть большая группа таких неравнодушных и думающих людей. И я всё время на связи со своими близкими людьми из России, со своими родственниками, друзьями, и знаю, как они все переживают. Так что картинки в Инстаграме из каких-то летних кафешек, это всё, конечно, только часть реальности. Возвращаясь к более весёлым темам, можете поделиться какими-то историями либо журналистских провалов, либо провалов, когда карьера журналиста, возможно, была не самой приятной, весёлой или безопасной? У меня есть пару действительно весёлых странных, и с безопасностью это не связано. Когда я пришла работать на Эхо Москвы, мне было 18 лет. И надо сказать, что я была не очень опытным и не очень осведомлённым человеком, и не вполне иногда понимала, чего от меня хотят, и не вполне понимала контекст. Моя работа заключалась в том, что я работала в службе новостей, это называлось инфореферент, то есть я брала небольшие комментарии по телефону для выпусков новостей. Там что-то случилось, позвони в МЧС, не знаю, объявлен какой-то митинг, позвони Немцову, там такой формат работы. И помню, что обсуждались какие-то изменения, что-то там, какое-то регулирование интернета, и мне говорят, позвони Носику. Я понятия не имел, кто такой Носик, честно сказать, 18 лет, приехав из города Дверь, где интернет был, через модем передавался, и нужно было отключать телефон, чтобы подключиться к интернету, хотя, казалось бы, 200 километров от Москвы. И мы по очереди с братом, значит, заходили туда на одном компьютере. Я не очень знала, я не знала, кто такой Антон Носик, правда, 18 лет. Поэтому я открыла базу данных, набрав фамилию Носик. И эта база данных, она в алфавитном порядке, там располагаются имена и фамилии. И мне выскочил некий Носик, я ему позвонила, он был очень вежливый. Я говорю, вот, обсуждают изменения в новый закон об интернете. Он говорит, ой, да, вы хотите узнать, ой, правда, вы хотите узнать мое мнение? Я говорю, да, я хотела бы узнать ваше мнение. Ну, хорошо, и он мне что-то сказал, значит, про то, какое у него мнение. Я его записала, думаю, что-то, блин, зачем мне мнение какого-то актера на эту тему? Это как-то странно. Ну, ладно. Даже сохранила, мне кажется, смонтировала. И потом я немножко подумала, все-таки догадалась немножко, полистать эту базу данных. И поняла, что записала я некого Александра Носика. Если вы погуглите, вы поймете, что вы знаете этого человека. Это актер, который снимается во всяких каких-то таких боевиках, которые по телеку показывают, там, мелодрамах, может быть, фильмы про ментов, там, ну, что-то такое, да. У него знакомое лицо. Ой, я вот сейчас погуглила, узнала. Да. Я знаю Александра Носика. А следующий человек в базе данных был Антон Носик. Ну, я, кстати, надо сказать, что я не пустила это в эфир. Я дозвонилась до Антона Носика, и мы выпустили в эфир верный комментарий. То есть у меня хватило все-таки мозгов чуть-чуть подумать. Но это был, да, это был фейл. Это было очень странно. Очень стыдно было. Еще у меня была история, когда я работала на коммерсантов, но я уже была экспириенс просто вообще. Мне было 24 года. Меня посадили в эфир. И я вела утренний эфир, и ты там просто сидишь, типа, там, пять часов подряд в эфире, там, новости, интервью, еще что-то, еще что-то. Моя смена начиналась с шесть утра. И тогда еще в этот момент на работу еще никто не приходил к шести утра. Там, ну, буквально пару сотрудников. То есть не было там инженеров каких-нибудь или программистов. И все сломалось. Программа, в которой там мне нужно было запускать эти синхроны. Ты там как диджей работал. У тебя была куча мониторов. Тут джинглы, тут синхроны. Тут ты, значит, берешь интервью. Ты там со всем этим работал. Не было звукача, звукорежиссера за пультом. И у меня все сломалось. И у меня просто один за одним, значит, начали шли идти эти синхроны. Тут кто-то комментирует повышение цен на нефть. Дальше Дмитрий Быков какую-то свою колонку читает. И все. И я не могу даже вклиниться туда никак. Дальше, значит, идет реклама. Потом какой-то джингл. Там полный атас. Я помню, там в комментариях писали, что у вас пьяная ведущая сидит. И что у вас там такое происходит? Потом я смогла это остановить. Но когда ты это останавливаешь, у тебя это потом не запускается снова. И я сижу, в эфире полная тишина. Я должна что-то говорить. У меня ничего не работает. И я не могу даже никому сказать, что у меня ничего не работает, потому что я должна вести эфир, который как бы не идет. И я в полном каком-то диком стрессе. Мне кажется, это был день, когда я посидела. И у меня до сих пор эта седина осталась на голове. И я сижу в этом каком-то адовейшем стрессе. Я не понимаю. Я просто машу руками людям, которые проходят мимо. Там такой как бы был кубик прозрачный. И в этот момент у меня над головой взрывается лампа. Я не знаю, как это все могло совпать. Там была просто обычная лампа, которая у тебя висит над головой, просто создающая некое освещение. И она взрывается, и летят осколки эти. Это был, наверное, мой самый-самый-самый такой стрессовый в каком-то профессиональном плане. Эфир не в том плане, о каких событиях ты говоришь, а в том плане, как это все было организовано. Это был, конечно, такой атас. Несмотря на то, что потом Даша ездила, насколько Даша, я знаю, на разные боевые действия освещать, прям очень всякие страшные события. Взрыв лампы. Боевые действия нет, к счастью. Тогда боевых действий не было, когда я этим занималась. Куда-то ты ездила на революцию, по-моему, да? Ты освещала революцию. Ну да, революцию в Киргизии, да. Кстати, про Киргизию у меня тоже была история, когда там случилась революция, и меня туда, значит, я не знаю, зачем отправлять 20-летнюю девушку в Киргизию во время революции. Я, честно сказать, ну, затрудняюсь ответить на этот вопрос, но окей. Они решили отправить... Эх, я тогда работала на Эхе Москве, меня решили отправить. И там начались межэтнические конфликты на юге Киргизии, в городе Ош, между узбеками и киргизами. Я помню, что, значит, я судорожно у коллег спрашиваю, где мне там жить вообще, где мне остановиться, мне же там надо где-то переночевать. Мне говорят, а вот позвони вот Юрию Мацарскому. Он на Коммерсант-ФМ тогда работал, и я звоню, и я говорю, Юра, посоветуй, пожалуйста, может быть, какой-то отель. Я могу же хоть что-то забронировать, чтобы у меня хоть какая-то база была. Он говорит, да-да. Слушай, там был такой неплохой отель, где я останавливалась. Но его, к сожалению, уже сожгли. Весело. Расскажи про человека с оружием, который с тобой оказался рядом в самолёте. Я всё-таки долетела до этого города Ош. Я там на границе познакомилась с журналистами NPR из США, которые приехали тоже говорить о том, что происходит. И я с ним разговариваю, такие два мужика за 40, наверное, такие взрослые чуваки, а мне 20. Я такая, типа, я тоже приехала тут освещать события. Они говорят, а у вас есть охранник? Я говорю, нет, конечно, нет. У меня нет. И их не пропустили на границе. И они мне говорят, слушайте, а у нас есть охранник и фиксер с машиной. Мы можем вам отдать. Вопрос о том, да, как американцы готовятся к своей командировке, как русские журналисты готовятся к своей. И они мне отдали машину с гидом и с охранником. Но я думаю, что это мне очень помогло. Не знаю, чем бы всё это закончилось, если бы не они. И, кажется, я там провела день, и вечером, то есть я там нигде не смогла переночевать, я летела в Бишкек. И там такой аэропорт, совсем-совсем маленький. Я помню, что билет мне выписывали, типа, ручкой. Я потом, когда в бухгалтерию сдавала данные, вот эти вот все бумажки, чтобы мне покрыли расходы, мне говорят, а как мы вообще это покроем? Там просто ручкой написано Ош-Бишкек бумажки. А потом ты пешком идёшь в самолёт. И мы, значит, сидим в этом самолёте, я уже уставшая, я ночью летела, целый день там что-то работала, туда-сюда сижу. И тут капитан корабля говорит, простите, пожалуйста, мы не можем пока взлететь. Дело в том, что один из пассажиров не отдаёт свой автомат. И я поворачиваюсь назад, смотрю, и там сидит мужик такой с автоматом, как будто бы это багет у него, он в руках, а не автомат. Ну такой, типа, сидит. Типа, а в чём проблема? Я не понимаю. Я взял, это нормальный размер автомата. Подходящий. Нормальный, можно такое проносить. И стюардесса ему вежливо говорит, не могли бы вы всё-таки отдать оружие, и может быть мы как бы без оружия полетим, как бы к этому относитесь. Как ни странно, это всё закончилось хорошо. Он действительно отдал это оружие, и мы спокойно долетели без проблем. Меня просто заставили в Америке задекларировать яблоко, поэтому я понимаю этого человека. Да, знаю такие истории. Чувствую его понимаю. Блин, да, что-то очень смешно. В общем, история такая. Я выпускаюсь с журфака МГУ и иду работать на телеканал Дождь, на телеканал Мои Мечты. Вот меня после там нескольких недель стажировки наконец-то официально берут. И вот мой первый рабочий день, и я прихожу на работу в качестве продюсера по гостям. И моей задачей было сделать так, чтобы в студии каждый день в новости приходили ньюсмейкеры и эксперты. Ну, то есть нужно было приходить вместе с шеф-редактором, находить какие-то информационные поводы и искать разных классных гостей. И вот мой первый рабочий день. Я прихожу, я работаю на дневном эфире. Значит, я прихожу там в 9 утра, и условно в час, в 3 и в 5 в студии у меня должно быть три ньюсмейкера или эксперта. Я прихожу и понимаю, что вот шеф-редактор, с которым я должна работать и вместе придумывать гостей, он занимается другими делами. В общем, у него, видимо, там были какие-то другие задачи, ему было не до гостей. И вообще у меня было ощущение, что он меня игнорит. Ну, возможно, это было мое такое восприятие. Но я испытала ужасную панику, потому что я понимаю, что меня только что взяли на работу, и моя главная задача сделать так, чтобы в студии были герои, чтобы в студии были гости. Как бы если нет гостей, это полный провал. И я начинаю узнавать у ребят, которые какое-то время работали уже на дожде, типа, как тут все устроено, как тут все работает, что делать, если шеф-редактор тебе не ставит задачу, если он там не говорит тебе, что делает, там, каких гостей искать, как быть. В общем, я начинаю мучить всех вокруг себя. И помню, у меня тогда выпускающий редактор, это человек, который тогда работал там на титрах и крутил суфлер, в общем, говорит мне, слушай, ну вот у нас есть опытные, классные продюсеры, которые не ждут, когда им поставят задачу, они берут всю ответственность в свои руки и идут в кабинет главного редактора, предлагают тему, предлагают гостей. Если главный редактор занят или там не в офисе, они пишут ему смс-ку, ну, короче, типа, все так устроено. Я думаю, блин, надо быть ответственным, классным продюсером. Я же вот должна привести этих гостей. Я начинаю сама искать какие-то информационные поводы, читать новости, и вдруг вижу чудесную новость о том, что в Россию, в Москву прилетела пресс-секретарь госдепа США Виктория Нуланд. И думаю, класс, надо мне срочно позвать Викторию Нуланд, чтобы она сегодня была у нас в эфире. Решение нужно было принимать очень быстро, буквально моментально, и мне как-то в голову даже мысль не пришла о том, что Виктория Нуланд — это такая, знаешь, прям селеба-селеба, что это звезда американской политики, что это представитель американских властей, и просто так, вот буквально за два часа, написав ей смс-ку, её не заполучить в эфир. Для того, чтобы это сделать, нужно писать письма в госдеп, там за несколько месяцев, это целая процедура, и, в общем, это непросто организовать. Я довольная и счастливая, что меня посетила блестящая идея пригласить пресс-секретаря госдепа. Я пишу к главному редактору, который тогда был на какой-то суперважной летучке, но мне нужно было, чтобы он там срочно согласовал, потому что новости уже через три часа, и мне срочно нужна Виктория Нуланд прямо в эфире. Я ему пишу, «Миша, у меня вот такая идея, Виктория Нуланд в Москве, давайте её срочно позовём», пишу я. Через секунду мне приходит сообщение от главного редактора, «Даш, очень крутая идея, но давай лучше позовём Хилари Клинтон». Я понимаю, как бы что. Очевидно, я сделала что-то не так. После этого, когда у редактора закончилась, главного редактора закончилась летучка, в общем, созывается консилиум в его кабинете приглашается мой шеф-редактор, шеф-редактор эфира, все заместители, меня начинают просто пытаться понять вообще, «Даша, как тебе пришла в голову такая идея? Ты вообще в курсе, вообще как тут всё работает? Кто такая Виктория? Ну, вообще у тебя есть какой-то политический бэкграунд, ты вообще что-нибудь в этом понимаешь?» Мне было ужасно стыдно, я думала, что я провалюсь сквозь пол, и вообще думала, что меня уволят, но при этом примерно такой контекст-то был, то есть главный редактор скорее посмеялся, но там один из руководителей мне сказал, что «Даша, окей, это типа ужасный провал, а мы тебе сейчас возьмём на испытательный срок и посмотрим, насколько хорошо ты будешь справляться, и если не будешь справляться, ну тогда извини, видимо, политическая журналистика не очень для тебя». Мне про телеканал «Дождь» нравится история про некоего стажёра, которому сказали взять комментарий у Дворковича, и он позвонил ему 33 раза подряд, и Дворкович написал Синдеевой или Кричевской кому-то, что типа «Чуваки, вы там сейчас с ума сходили, что ли? Всё нормально?» Да, но, кстати, про Викторию Нуланд, когда я ушла с дождя, у меня украли эту идею, потому что Виктория Нуланд всё-таки появилась в эфире телеканала «Дождь». У меня есть много разных странных, безумных, нелепых, весёлых и смешных историй, связанных с моей жизнью, работой на телеканале «Дождь», но давай я расскажу ту, которая сейчас в голову приходит. Я пришла работать на телеканал в 2012 году, и это было очень классное время с точки зрения возможностей. Наверное, это был самый классный период, золотая эра буквального телеканала «Дождь», потому что у нас была огромная аудитория, корреспондентов и ведущих телеканала узнавали в больших и маленьких городках нашей страны, у нас были рекламные контракты, которые позволяли запускать разные шоу, программы, форматы, экспериментировать. Ну, короче, был движ, было ощущение, что мы летим в космос куда-то. Но всё изменилось буквально в несколько дней, в январе 2014 года, когда в эфире «Дождя» прошёл опрос накануне 70-летней годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Прошёл опрос, который звучал так. Нужно ли было сдавать Ленинград немцам, чтобы спасти сотни тысяч жизней? Понятно, что это не самая удачная формулировка. Нас обвиняли в том, что мы покусились на самое святое, на самые святые ценности, оскорбили память блокадников. Но мне кажется, что в стране свободного человека, свободных людей можно задавать самые разные вопросы. И потом наши ведущие встречались с блокадниками, и многие из них сказали, что у них нет совершенно никаких претензий, и они понимают, что это окей задавать разные вопросы. Ну, короче, если ближе к делу переходить, то этот опрос использовали буквально как повод, чтобы задавить, заглушить, буквально убить телеканал «Дождь». И для этого было сделано очень многое. Нас отключили от всех кабельных и спутниковых телеканалов. Мы потеряли рекламные контракты, которые могли нас кормить. Наташу Синдеевой пришлось уволить, по-моему, половину сотрудников. Нам урезали зарплаты очень сильно, там до 30%. И потом «Красный октябрь», где мы арендовали студию, просто расторгнул с нами договор, и мы остались на улице. На какое-то время нас приютил журнал «Сноп», который тоже находился тогда на «Красном октябре», но потом это стало невозможным. И мы переехали в квартиру нашей владелицы Наташи Синдеевой на Маяковке, на станции метро «Маяковская», и оттуда вещали, оттуда проводили всякие наши новостные эфиры, туда приглашали наших гостей. Я тогда была продюсером программы «Харда из Найт», «Вечер трудного дня», куда мы приглашали самых топовых гостей. Буквально уровня Виктории Нуланд, всяких разных бизнесменов, политиков, чиновников, звезд. До января 2014 года, до этой истории с блокадой, с опросом, это было еще возможно, потому что дождь был популярным. А после этой истории дождь стал, по сути, таким каналом нон-грата. То есть на дождь, по сути, было запрещено идти. Ну или как бы негласно запрещено. Никто туда не хотел из государственных деятелей идти. И моей задачей было налаживать мосты, ходить на разные мероприятия и зазывать на телеканал. И я помню, как я тогда встречала разных крутых звезд, буквально вот у подъезда этой квартиры. Помню, как к нам приезжал бывший министр финансов Алексей Кудрин, и мы с ним поднимались в лифте. Потом я его провожала в квартиру и показывала ему путь до ванной, которая тогда служила гримеркой. И, конечно, это было очень сложное время, потому что был такой уровень неизвестности, что мы буквально не понимали, что будет завтра. Мы не знали, сколько мы проживем, вообще выживем ли. Будут ли у нас деньги, будут ли у нас зарплаты. Потом я еще узнала, что за Натальей Синдеевой в это время была слежка. Было стрёмно, но при этом нас это все очень сплотило. И мы еще больше сдружились. Дружились, и вообще было ощущение, что мы какая-то суперкосмическая команда, которая сейчас спасает Землю от нашествия. Мы работали 2-4 на 7, и я себя чувствовала, как в каком-то триллере или боевике. Ну, в общем, было очень тяжело, но при этом было очень весело. Даша, есть ли у тебя еще какие-то истории, которые суперсекретные, которые ты нам еще не рассказала? У меня была история с увольнением, у Даши была история по Лайту с Викторией Нуланд, у меня была история по Жести. Три из четырех медиа закрыли, а я еще забыла новую газету упомянуть, где я работала. Получается, четыре из пяти. А из пятого меня уволили от радиостанции «Коммерсант-ФМ», на которой мне, кстати, очень нравилась работа, там было круто, там было все очень профессионально и здорово, но, к сожалению, в какой-то момент туда пришли профессионалы, которые начали ограничивать некоторые темы, о которых мы хотели говорить, и эти такие сигналы, они начали посылаться то из одного уголка, то из другого, и это оказалось нельзя, и то оказалось нельзя, и пятый, и десятый. И в какой-то момент ко мне подошли с абсолютно каким-то дебильным запретом, то есть это была какая-то настолько нерелевантная тема, то есть там не звучала фамилия Навальный или оппозиции, то есть там было просто что-то вообще левое абсолютно. И меня это уже настолько возмутило, что уже ни шаг вправо, ни шаг влево, и совершенно ничего нельзя сказать. А когда ты ведешь прямой эфир, понятно, что ты, в общем, ограничен только собственным рассудком, и ты можешь сказать все что угодно. И меня это настолько возмутило, что я произнесла следующую фразу «цензура запрещена Конституцией». И через три недели меня уволили. Я помню, когда я рассказывала об этом нашему другу из Швеции, то есть не какому-нибудь там человеку, глубоко погруженному в российский контекст, он поржал и сказал, что это практически была просьба об увольнении вообще-то. Такой ответ. Они придумали какую-то выдуманную причину, ну, якобы было сокращение штата. Я еще с ними, кстати, посудиться успела, но проиграла суд, потому что, ну, просто процесс так был, в общем, устроен, что я, честно говоря, не хотела идти в суд, но так вышло. Дорога в российские медиа в целом мне давно уже была закрыта. Что я для себя поняла, Крис, это то, что когда ты приходишь на работу, и ты совсем не понимаешь правил игры, у тебя там первый рабочий день, не нужно суетиться. Понятно, что это были новости, был такой контекст, когда тебе хотелось суетиться, потому что нужно было очень быстро принимать решения. На самом деле, гораздо более умным решением с моей стороны было бы сначала понять, как все устроено на телеканале, как работают процессы, как общаться или не общаться с главным редактором, как выстроить коммуникацию с шеф-редактором, каких вообще людей звать. И мне кажется, что очень часто люди, когда приходят на работу, ну, вот не зная, ну, если ты там прям в зелень, как мы с Дашей, да, не зная, как все устроено, вот такие косяки происходят, и они приводят периодически к увольнениям, но понятно, что все мы какие-то свои шишки набиваем, да, но это для меня такой был стресс, хотя сейчас мы ржем, и кажется, что это смешная история. Ну, а второе, наверное, что я для себя поняла, что нужно нежнее относиться к стажерам, потому что когда уже позже я начала работать со своими стажерами, которые помогали мне с какими-то репортажами, и продюсированием, и съемками, я вспоминала свою Викторию Ноланд и понимала, что там человек в 20 лет может не одуплять, это нормально, то есть ошибаться — это нормально. Я, кстати, вспомнила смешную слэшадовую историю, связанную с радиостанцией Эхо Москвы и нашей молодостью, могу рассказать. Эхо Москвы каждый год проводило корпоративные вечеринки. Там была сначала вечеринка для сотрудников, потом вечеринка, где были всякие селебы. Кажется, это была вечеринка для сотрудников, это была моя первая такая тусовка корпоративная, вот мне как раз, мне 18 лет. И, значит, пришла я на эту вечеринку и помню, что я выпила два бокала реально. Правда, почему-то разного вина, один бокал белого, другой красного. Потом ретроспективно, понимая, что со мной случилось, я понимаю, что я принимала медикаменты, которые были несовместимы с алкоголем. И обнаружила себя в абсолютно неадекватном состоянии, в туалете. Из меня, значит, выливалось всё, что было влито в течение дня. Мне было очень плохо. Я помню, что там мои коллеги, которые знали меня три с половиной дня, держали мне волосы. Кто-то наливал мне чай. То есть это был такой стыд вообще. Это был такой позор. Это был такой кошмар. Я помню, что стоит, значит, Вова Роменский, сейчас работающий, может быть, с многим известной по-дождю, но мы с ним работали на Эхе, и столь я знакома. И он стоит с чаем и говорит, так, не палимся, идёт Венедиктов, Дашка, держись, держись. И, кстати, Венедиктов мне отдал, по-моему, своего водителя, чтобы он отвёз меня домой. В общем, это был какой-то полный стыд и позор. Даша Жук, есть ли у тебя какая-то весёлая история из жизни для завершения нашего картобалета с вами? Даша рассказала про Киргизию. Если говорить про какие-то мои безумные командировки, мне сразу вспоминаются поездки на Северный Кавказ. Дело в том, что последний год на дожди я работала репортеркой программы «Женщины сверху», и моей любимой темой были права женщин в Кавказских республиках, истории про кавказских женщин. И я очень часто ездила в Ингушетию, в Чечню, в Осетию. И как-то, помню, я поехала в командировку снимать репортаж про похищение невест на Кавказе. Тема такая табуированная и чувствительная. И понятно, что героини, героев найти по такой теме очень трудно. И никто вот так открыто на камеру журналистка из Москвы, особенно если ты журналистка с независимого телеканала «Дождь». У «Дождя» вообще было особое положение в Чечне, и очень было сложно о чём-то договариваться. В общем, никто вот так на камеру говорить не хочет. Но работа продюсера меня научила, что сдаваться нельзя. И я пыталась через разные лазейки найти хоть кого-то, кто смог бы со мной поговорить. И вот через неделю таких отчаянных поисков я таки нашла героев, семью. Эта семья была, есть друзья, друга моего коллеги. В общем, как-то так по цепочке мы нашли этих людей. И история была в том, что мужчина когда-то похитил девушку, женился на ней, и вот они уже 30 лет вместе. И в общем, этот человек, который нашёл героев, говорит мне, «Даша, езжай и снимай, всё отлично, они тебя примут». Я, естественно, в полном восторге. Думаю, что вот, это везение, надо срочно лететь. И мы с операторкой Элей, с которой мы часто ездили в командировки, вылетаем на Кавказ. И я помню, что семья эта ещё жила где-то у чёрта на куличиках. Нам нужно было от грозного куда-то очень долго ехать, непонятно куда. В общем, мы приезжаем туда, нас встречает эта семья. Очень радушные люди, прям милейшие. И никогда ты в жизни не подумаешь, что этот добродушный мужчина когда-то взял и схватил на улице беззащитную девушку. В общем, мы заходим к ним в дом, начинается смолток, чайпитие, знакомство. Так прошёл примерно час, и в конце концов я говорю, «Ну что, давайте записывать интервью, вот мы готовы, у нас камеры, все дела». А они в ответ отвечают. «Какое интервью?» «Нам наш друг сказал, что вы просто приедете, велел вас встретить, быть добрыми хозяевами, а на интервью, да ещё и на камеру мы не готовы». Я, конечно, в полном ужасе, но возвращаться с пустыми руками это полный провал, и я начинаю их уговаривать. Прошло несколько часов, дело близилось за полночь, муж уже пошёл спать, и мы тоже заночевали в этом месте. Я никогда бы раньше не подумала, что буду ночевать в доме мужчины, который похитил женщину. В общем, ночь. Я остаюсь одна на кухне с его женой, и в какой-то момент она вдруг начинает откровенничать. Я потом ещё поняла и заметила, что на Капказе женщины хотят разговаривать вот так по душам, выговариваться, потому что они очень редко делятся эмоциями и очень часто их подавляют. И в общем, выяснилось, что когда она была совсем юной девушкой, у неё был жених, которого она очень любила. И потом жених ушёл в армию, она его ждала, они планировали свадьбу, когда он вернётся. И как-то раз, когда она пошла погулять одна, жених всё ещё был в армии, её схватили на улице, затолкали в машину и увезли. Оказалось, что она понравилась ещё какому-то парню, который её толком не знал, и он решил её похитить. А в те годы традиция вот так хватать девушек посреди бела дня была просто повсеместно распространена. И этот парень просто решил на ней пожениться. Она, естественно, замуж за него не хотела, сопротивлялась, плакала, но её родителям понравился жених и понравилась его семья, и они обо всём полюбовно договорились между собой. В общем, это тогда было совершенно нормальным делом. Ну и на самом деле это и до сих пор происходит, просто реже. С тех пор прошло 30 лет, со стороны кажется, что у них всё окей, что у них всё хорошо, что живут они мирно, может быть, даже счастливо. Но ночью она мне признаётся, что до сих пор вспоминает того самого её жениха, и что до сих пор по-настоящему не простила её мужа. В общем, как-то мы так с ней хорошо поговорили, что в конце разговора она уже решилась рассказать это всё для репортажа, правда, закрытым лицом, и мы на следующий день её записали. В общем, это была, конечно, победа журналистская такая. Но потом я начала атаковать её мужа, потому что мне очень хотелось записать похитителя. Он отказывался, потому что кавказские мужчины не говорят публичное личное жизни, да ещё и на такую тему. Но я не теряла надежду и пыталась как-то его окучивать. Мы с ним пошли погулять, он нам провёл экскурсию по деревне. Потом к ним домой приехал какой-то 50-летний дяденька, их родственник, который искал вторую жену, и меня начали ему сватать. В общем, какое-то безумие началось, и я помню, что нам нужно было уже улетать в Москву, времени совсем не оставалось. И в итоге, после многочасовой атаки, он всё-таки согласился. И даже дал интервью с открытым лицом, что было неожиданно для меня, но он решил с открытым. И, в общем, это была полная победа. Правда, через полтора года, когда я уже ушла с телеканала «Дождь» и переехала в Китай, мне позвонила его жена и попросила вырезать это интервью из репортажа, потому что этот репортаж нашли его знакомые и соседи, и начали его булить, издеваться над ним. Мол, как так, ты вот так вывалил всё в публичное пространство. И, конечно, мне не хотелось вырезать это интервью из репортажа, потому что я добилась его кровью и потом. Но меньше всего мне хотелось вредить этой семье, вредить его жене. И я понимала, что она сама страдает и мучается, поэтому было принято такое решение, редакция согласилась, и мы удалили это интервью. В общем, так часто бывает, что то, что сначала оказалось провалом, оборачивается победой, а потом снова становится провалом. В общем, такая история. Может быть, вы напоследок расскажете мураль, которую вы вынесли из своей жизни? Ну, я, наверное, ни о чем не жалею, несмотря на полный провал, в котором я сейчас нахожусь. Я вчера мужу сказала, что мне 33, я в полной жопе профессиональной нахожусь. В полной жопе. Как бы красиво не выглядело мое резюме на Линкдине. Приходите сейчас, по сути, начинают все заново искать какие-то новые пути, придумывать какие-то новые карьеры. Мы вот с Дашей в подкасте часто рефлексируем на эту тему. Но я ни о чем не жалею, несмотря ни на что. Мне кажется, все равно круто следовать за тем, что ты реально любишь, следовать за мечтой. Это круто. И это всегда стоит попробовать сделать. А потом уже можно маркетингом в какой-нибудь корпорации заниматься, остаток жизни. Я тут очень солидарна с Дашей и тоже совершенно ни о чем не жалею, потому что это были очень важные и классные семь лет. И я горжусь тем, что мы делали и у меня лучшие на свете друзья. А еще, благодаря журналистике, я прокачала те способности и те скиллы, которые могут пригодиться в других смежных сферах. Вот, например, с Дашей мы ушли в подкастинг. Правда, быть российским подкастером в 2022 году это тоже тот еще провал, потому что сейчас все очень трудно с монетизацией. И, как мы шутим, наш подкаст в топе, а реклама в жопе. Вот. Так что сейчас я снова пытаюсь перепридумать себя. И я уже 4 года занимаюсь гендерными вопросами, и мне очень хочется дальше помогать женщинам. Я мечтаю запустить свою онлайн-платформу с программами и курсами от психологов, коучей и крутых, вдохновляющих девушек. И, как говорит психолог, с которым мы готовим сейчас первый курс, это будет проект про свободу думать и про свободу чувствовать. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова